Высокая частота сердечных сокращений в среднем возрасте связана с ростом риска преждевременной смерти в два раза, выяснили шведские ученые. О точных причинах этого они пока говорить не берутся, но отмечают, что контроль за изменением час возрастом поможет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни, если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гитеборгского университета. Исследование было опубликовано в журнале OpenHeart. Частота сердечных сокращений ЧЕС – это физиологический показатель сердцебиения, использующийся в медицине и спортивной практике. Она меняется с возрастом, нормой в 40-50 лет считаются 65-90 ударов в минуту, от 51 года – 60-90 ударов в минуту. При этом считается, что меньшее количество ударов в минуту, в пределах нормы, разумеется, указывает на хорошее состояние сердечно-сосудистой системы и более эффективную работу сердца. Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти среди населения среднего и пожилого возраста, пишут исследователи. Ранее была продемонстрирована связь между ростом ЧЕС и увеличением частоты сердечно-сосудистых заболеваний, а также ростом смертности от них. Однако данных о том, как изменение ЧЕС с возрастом влияет на эти риски, было недостаточно. Исследователей заинтересовало, как ЧЕС на верхней границе нормы влияет на здоровье в долгосрочной перспективе и связана ли она с риском преждевременной до 75 лет смерти. В 1993 году они отобрали 798 мужчин, которые родились в 1943 году в Швеции, в городе Гетебург. Участники исследования заполнили опросники, рассказав об образе жизни, уровнях стресса, сердечно-сосудистых заболеваниях в семье. Также они прошли обследование, по итогам которого исследователи разделили их на 4 категории в зависимости от ЧЕС – 55 и менее ударов в минуту, 56 – 65 ударов в минуту, 66 – 75 ударов в минуту и более 75 ударов в минуту. В 2003 и 2014 годах ученые снова обследовали тех участников исследования, которые еще были живы, 654 и 536 человек соответственно. Итого за годы наблюдений 119 мужчин умерли до 71 года, у 237 развелись сердечно-сосудистые заболевания и у 113 – ишемическая болезнь сердца. С 2003 года у 111 участников эксперимента ЧЕС увеличилось, у 205 осталось примерно такой же, а у 338 снизилось. Те из участников, у которых в 1993 году ЧЕС была выше 55 ударов в минуту, чаще были курильщиками, меньше внимания уделяли физической активности и были более подвержены стрессу. Кроме того, у них чаще наблюдались другие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышенное артериальное давление и лишний вес. ЧЕС выше 75 ударов в минуту оказалось связано с почти в два раза более высоким риском смерти от любых причин, помимо сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца, по сравнению с ЧЕС 55 ударов в минуту и ниже. Кроме того, стабильная ЧЕС в 1993-2003 годах, когда участникам исследования было 50-60 лет, оказалась связана с 44% снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих 11 лет по сравнению с ЧЕС, которая возросла за этот период. Каждое увеличение ЧЕС на единицу давало прирост в 3% к риску смерти от всех причин, 1% к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и 2% к риску ишемической болезни сердца. Авторы работы предполагают, что высокая ЧЕС увеличивает механическую нагрузку на сердце и способствует повышению давления, тем самым способствуя развитию коронарного атеросклероза и ишемии миокарда. Также высокая ЧЕС свидетельствует о гиперактивности симпатической нервной системы, которая активируется при стрессовых реакциях. Это повышает риск развития ожирения, которое в свою очередь может приводить к резистентности к инсулину, росту уровня мочевой кислоты, нарушению липидного обмена и гипертонии. Все эти явления отрицательно сказываются на работе организма и повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это лишь обсервационное исследование, предупреждают ученые, поэтому не стоит на его основе делать выводы о выявленных изменениях в рисках. Кроме того, в нем участвовали только мужчины, поэтому нельзя сказать, распространяются ли его результаты на всех людей. Тем не менее, считают они, полученные данные имеют клиническое значение, так как отслеживание изменений ЧЕС в покое может быть важным фактором при выявлении будущего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Спасибо за просмотр ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии к ролику. С вами была Алиса Иванова. Спасибо.